Народ, всем привет! И сегодня будем смотреть на систему O3, на дальность будем пулять, максимально далеко. Смотреть, как будет картинка там на 10 километров и, возможно, еще даже дальше. Самолет вроде готов, все лежит. Единственное, что холодно, конечно, но это не так уж страшно. Главное, чтобы снег не шел, потому что, наконец-то, погода устаканилась. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел настроить очки, чтобы они принимали и передавали на максимальной мощности. И это нужно сделать вот до того, как мы еще взлетим. И я сейчас покажу, как это сделать. Очень просто. Погнали! Первое, что на первое, вытаскиваем флешку нашу из очков, вставляем в картридер и в корни флешки точно так же. Поскольку видеосистема напрямую выдрана из аваты, здесь тоже самое, отработаем точно так же. Создаем новый текстовый документ. Главное, чтобы расширение у вас показывалось. То есть тексты мы удаляем и пишем хам, нижнее подчеркивание, цфг, нижнее подчеркивание, типа конфиг и саппорт. Вот. Он говорит, что уверены, что вы хотите, потому что разрешение может испортить файл. И вы не сможете его считать. Вы нажимаете да. И все. Вот такой вот файл мы создаем. Вытаскиваем аккуратно флешечку. Вставляем ее в очки. Как видно, у нас картинка есть. AirUnit запустился. Теперь нужно проверить, что это все работает так, как нужно. Заходим в режим Transmission. Channel Mode не в автоматическом режиме, вручно. Проверяем. 40 МГц, чтобы работал режим. И больше, чем один канал был. У нас здесь три канала, значит, все разблокировалось. Насколько я понимаю, эта система выдает до 33 децибел. Это просто космическая мощность. Кроме всего прочего, эти антенны, которые у меня сейчас на очках, я выкручиваю. И прикручиваю мои два больших лопуха, которые мы не так давно тестировали. И на вот этих очках, но на предыдущего поколения системе, мы спокойно улетали 13 километров. И там вот летали вправо-влево. Картинка была абсолютно стабильна. Соответственно, здесь у нас, скорее всего, будет такая же история. Единственное, что я сейчас попытался как-то вывести картинку с очков на планшет, на телефон, что-то такое. К сожалению, пока вариантов нет. То есть пока оно не работает. Хотя, по идее, если это то же самое, что в Авате, точно так же должно выходить с очков на планшет. Но почему-то пока что не работает, скорее всего, проблема с прошивкой в ближайшие дни допилят. Да уж, ребят, погода сегодня, конечно, выглядит странно. Я надеялся, что будет чуть лучше. Но вообще сегодня вроде как погода сухая. Практически нет ветра. Но туман! Ну как туман? Ближайший километр. Вот как раз у нас, в принципе, поля выглядят нормально. А дальше холмы начинаются. То есть там, видимо, уже точка рассык преодолена. Там начинает формироваться уже туманчик. 18654S2P. То есть это вот такая вот баночка. Не очень большая. Тут влезает, в принципе, три таких, если надо. Вот. Что изменилось? Ну, во-первых, я немножко поменял крепление на хвосте. И очень самое главное, это поместил датчик воздушной скорости сюда. Вроде как он находится вне доступа пропеллера. То есть в него не должно теперь раздавать. На самом деле, можно было еще дальше вот сюда поставить. Но я решил, что лучше здесь. Здесь как-то крыло стабильнее. Чем ближе к корпусу. Мне кажется, им она жестче. Вот такое вот крепление. Тут у нас, конечно, куча кроты нарыли. Но мы сейчас посмотрим. Вот такое крепление AirUnit. То есть это крепление вы уже видели. Оно просто вклеивается. Но это тоже, в принципе, вклеивается. Еще и снизу закрепится. То есть у нас получается такое крепление, которое держится за балку сверху. Балка дополнительно еще приклеена усиленно. И это все хорошенько, конечно, заклеилось. Полежало там сутки под прессом. Антенна держится у нас на стяжке. При этом я сделал такую здесь систему. Просто балку поставил, чтобы на двух стяжках можно было две антенны ставить. Либо одну, вот как сейчас, просто вертикально над хвостом. Ну, в принципе, все. То есть самолет у нас на самом деле полностью новый. Единственное, что тут осталось в прошлом самолета, это мотор. Я просто перенес сюда, чтобы не перепаивать. В остальном целиком полностью новый планер. Вот так вот. ArduPilot OSD еще не полностью поддерживается. Ну и кроме того, OSD в любом случае не пишется у нас внутрь очков. Я буду называть расстояние, если оно будет показываться сам. То есть вручную. Дистанцию, ну что-то пишет. Да, 189, 200, я думаю, это в метрах. Скорость 50 км в час. Что-то пишет. Ну и первый тест, конечно, был не очень показателен. Но я все равно чуть покажу частично пару кусочков отсюда. Мы взлетели, было все хорошо. Но все-таки, как я и сказал, очень низко облака. И мы сразу уперлись в них, чуть-чуть поднявшись. И пролетели практически с нулевой видимостью и туда, и обратно. Самое главное. Время полета на что-то там типа 8-10 или что-то такое. Остановлюсь куда-нибудь сюда. Ну что ж, погнали. Попытаемся чуть подняться выше, потому что здесь сигнал явно у нас слабенький. Сразу заливает, заливает нашу линзу. Ни черта не видно. Сплошная вода 6700, 6800, 6900. Но нам нужно лишь проверить, есть ли там реально лог на 10 км или нет. Но пока летим. Кстати, у меня пишет почему-то, I read it in low power state. Это как вообще возможно? Давайте я попробую убавить газ, задезармить и заармить. И лети на это и дальше в высоте. Не знаю, почему он пишет in low power. Как я только задезармил, картинка пропала полностью. Так что сейчас, на самом деле, там все еще выдает полностью всю мощь. Хорошо, 7,450, 7,500, 300 метров высота, 310, потихоньку поднимаемся выше. 8 километров, ура! Да уж, 8,200, тем временем высота 380 метров. Битрейт скачет. Я еще пытаюсь голову чуть-чуть поворачивать вправо-лево. Ну, примерно 20-25 мегабит. 23, 24, 26. Вот сейчас неплохо. Хороший битрейт. Ну, правда, что картинки нет. Картинки нет, просто вода. 27400. Но зимой, к сожалению, тесты только вот такие. Тем временем у нас еще очки начинают садиться за е-классно. 5800, 8500, то есть... Ну, если что, он для очков, у меня есть дополнительный аккумулятор. 8600. Ну, что ж, осталось совсем немного до того самого момента истины, когда мы узнаем, летают ли очки дальше 10. 9200. Аккумулятор 14,6. Его еще намного хватит. Там еще даже четверть не потрачено. А так все хорошо. Идет стабильно, идет ровно. 9400, 20 мегабит. 18, 19, 20, 21. Картинка, то есть, еще стабильная. Холодно. Зуб на зуб не попадает. 9500, 50, 9600. 9600. Хорошо. Блин, был бы теплый день летний и хорошая погода. Я думаю, мы бы летели вот до тех пор, пока не пропадет сигнал полностью. А сейчас я не знаю. Наверное, ну, если он сейчас будет дальше работать, я на 12, 13 хочу развернуться. Ну, наверное, на 13 даже. Посмотреть, что он дальше, чем в предыдущей системе летает. 9900. А тем временем, все остальное в порядке. Битрейт. Что-то порядка 14-16 мегабит. Хорошо. 10 километров. Тьфу, у меня пропало показатели. Ну, я теперь даже не знаю. У меня теперь там пустой значок показывает вместо расстояния. Больше 10 километров уже ничего не видно. Ну, ладно. Будем по стрелочке ориентироваться по направлению 140 градусов. Летим просто вот, ну, пока я выдержу. Летим столько, сколько смогу. Потом уже будем проверять на ДВРке дома, сколько там на самом деле было. 2 мегабита, 3 мегабита, 2 мегабита, 1 мегабит. Плохая картинка, судя по всему. Немножко вижу пиксели, но данные пока обновляются. Данные обновляются и капли двигаются. Значит, картинка все еще есть 1 мегабит. Слушайте, по-моему, у нас резко упало качество картинки. Не? Или я куда-то не туда смотрю? А вот вся картинка прервалась. Опять появилась. 6 мегабит, 5 мегабит. Немножко лучше снова стало. Правая крыла стала видно. Теперь центра не видно. Ну, я ориентируюсь в целом по артене Crossfire, которая стоит и, в принципе, ее видно, когда она дрожит. Ну, и кроме того, капли двигаются на экране. Сколько расстояния? Неизвестно. Я думаю, уже 11 километров. Но мне не видно. К сожалению, не допилили. ОСД, ребята, не допилили. О, смотрите, капли все ушли. Последняя капля сейчас ползет. Мне кажется, здесь есть какое-то такое некое подобие олеофобного покрытия. В Сибитре это поднялось, 13 мегабит снова. И мне кажется, что здесь они каким-то образом, в общем, обеспечили какое-то легкое покрытие на линзе, чтобы капли с нее скатывались. Капли реально легко скатываются, не задерживаются на линзе. Чуть-чуть только начинается какое-то боковое движение воздуха. Там коптеров вбок повернули, либо там на самолете начинаете наклоняться, так сразу исчезает капля. Скатывается. 20 мегабит, ребят, снова. То есть десятка все-таки была не софтовым ограничением. Летим пока еще дальше. Битрейт хороший, битрейт качественный. Очень холодно. Тем не менее регулятору не очень холодно. Как раз его самый норм сейчас. Я вижу на экране 35 градусов. Обычно там в районе 60 колбасится. Но сегодня похолоднело. То есть похолодало. Ему уже не так жарко. 35 градусов. Вполне комфортная для него температура. Расстояние все также неизвестно. Высота 450. Скорость 40 км в час. Битрейт 15 мегабит в секунду. О! Сползла капля наконец центральная. Но у нас тем временем еще пара других налипла. Самолет идет ровно. Горизонт, кстати, сейчас со стороны откалибровал. Тоже показывает ровно. Летит ровно. Все у нас в порядке. Опять битрейт немножко вниз опускается. Не знаю. Ну, опять же, ребят, с такой влажностью это не сильно показательно. То есть в облаках летать в таких плотных, на такую большую дистанцию. Я вообще удивлен, что она настолько далеко пробивает. Потому что обычно в таких условиях связь падает за пару километров. Здесь она уже длится, ну, не знаю. Я полагаю, что там в районе еще 13 километров. Летим пока дальше. Надо было, кстати, защечь. Ой, картинка пропала. А я туда смотрю. А не туда немножко опять смотрю. Так, поворачиваемся. Картинки нет. Опять появилось, появилось, появилось. Опять исчезает. Ну, хорошо, ребят. Включаю возврат домой. 2 мегабита в секунду показывает. Ой, картинка снова появляется. Летит домой показывает. Все, картинка опять на месте. То есть не знаю, что там случилось. Ну, ладно, давайте мы остановимся на этом. Какую-то дальность мы покрыли. Я даже не знаю. Сейчас мы придем домой, проверим по логам, насколько далеко улетел. Но это было, очевидно, дальше 10 километров. Причем солидно дальше. Ну, и обязательно также подписывайтесь, ребят, на Бусти. Я теперь сделал новый аккаунт Бусти. Поскольку из России меня смотрят до сих пор очень много людей, которым хотелось бы все-таки там в рублях чего-нибудь закинуть. Закидывайте на Бусти, если вам хочется поддержать мой канал. Ну, ладно, раз он спокойненько себе летит домой, предлагаю отключить очки и попробовать перенастроить направление антенны. Вот такая вот у меня хитрая мысль появилась. И так они, в принципе, смотрят в одну сторону. Неплохо. Включаем обратно. Сразу 20 мегабит стало. Так, хорошо. Продолжаем тогда разговор с круиз. Разворачиваемся, например, на 130. Я вижу тут направление, просто даже если мы летим по приборам, я все равно примерно понимаю, куда мы летим, благодаря компасу. И вот так вот еще чуть-чуть пролетим, давайте. Высота, кстати, упала до 380, но мы сейчас чуть-чуть выше обратно поднимемся. GoPro, ты все еще живая? GoPro, что интересно пишет. Взял новую десятку, нашел на вторичке за 200 баксов, очень дешево. Плюс еще взял пару дополнительных аккумуляторов. Тоже очень дешево со старички, но новые, не распакованы. Так что у нас все чики-пуки. Теперь пишем на десятку, и плюс аккумуляторы зимой мерзнут не так быстро, потому что на той семерке, в которой я очень часто писал раньше, аккумуляторы очень старые, и хватало там на 10 минут записи. Здесь, конечно, хватает там больше, чем на полчаса. Это заметно приятнее. Так, на МПДВР-ки 3.54, и, как видно, потихонечку падает сигнал 1 мегабит. Секунду 2 мегабита. Настояние, опять же, нам неизвестно. 4, 5, 4. Мы улетели, конечно, далеко, но насколько далеко, я не знаю. Наверху какие-то координаты показываются, но показываются не все цифры, что интересно. То есть первых двух цифр нет. Я догадываюсь, какие они должны, в случае падения самолета мы его, конечно же, найдем. Так, ну ладно, пока он, видимо, летит домой, у нас есть хорошая возможность быстренько поменять аккумулятор на очках. Для этого у нас есть вот такой замечательный длинный провод от Аватара. О, ребята, что случилось с камерой, в общем, так вот поставлю. Тоже ничего не видно. Да, в общем, время по ДВР-ки 8.54. 2 400 метров осталось до дома. И картинка стала просто тупо белой. Я думаю, что это последствия воды. Сейчас половину работы делает автопилот, он удерживает самолет. Я, поскольку пилот именно ручного управления не очень опытный. Не знаю, там видно, не видно, вот ли ты прям над нами самолет. Планер. Давайте попытаемся что-то из этого разрулить. Собака планирует вообще супердолго, не опускается почти по высоте. Ну вот, предположим, как-то так. Ну все еще высоковато он идет, еще еще очень быстро. Он начал все-таки сваливать. Не ожидал я такого поворота. Ну ладно, сейчас пойдемте его заберем оттуда. Станция 1500 метров. Я взлетел сразу на высоту 300 метров. И, как видно, здесь, конечно, картинка шикарная. То есть вид шикарный, выглядит все круто. Ну и летим вроде как верно. Летим мы должны, ну плюс-минус, вон на ту дальнюю гору, которая слева у нас видна. Чуть-чуть над левым крылом. То есть вот примерно туда летит. Можем, на самом деле, чуть-чуть даже вот так вот пролететь. Тут просто проблема в том, что прямо передо мной немножко туманчик, то есть он собирается. Я даже не знаю, он, скорее всего, будет чуть-чуть блокироваться. И, но, возможно, лучше вот туда лететь. Давайте посмотрим. Ну, в ту сторону у нас меньше шансов, мне кажется. Лучше все-таки лететь все-таки вот сюда. Надеюсь, что пробьет небольшую влажность. Если что, мы еще чуть-чуть выше поднимемся. Но летим мы очень высоко. На самом деле, я сейчас стартанул с высоты немалой, скажем так. И поднялся еще на 300 метров. И, да, я планирую подняться где-то метр за 500. Тем временем, 40 мегабит. 2 километра 350 метров. Кроме того, посмотрел футбекс прошлого теста. Честно говоря, так себе-то местами вибрации с мотора проходят. Наверное, пропелли надо поменять. И видно на задней камере, что начинает появляться расколбас слегка. Ну, там хвост, на самом деле, на таком большом плане он слегка гуляет. В очках все еще светло. Но для GoPro уже темновато. Время по доверке 23-28. Расстояние... Ну, не вижу. Посмотрел по картам, по координатам. Сколько? Ну, чуть больше 14 километров мы уже летим. 3-100 миллиампер часов мы потратили. И есть вероятность, что я буду скоро разворачивать. Понятно, что мы сейчас летим против ветра. Ветер в нашу сторону примерно 10 километров в час или около того. Поэтому домой возвращаться будет лучше. Но все-таки чуть-чуть оставить лучше в аккумуляторе чуть-чуть побольше необходимого запаса, чтобы точно успеть прилететь обратно. То есть лететь мы будем до 4000 и потом разворачиваться. Но пока летим, пока все в порядке, пока все в гараже. И походу, что мы летим, ну, не знаю, 18-19, если что, дадим. Как видно, вчера битрейт на 14 километрах уже пропадал. То есть там была влажность и все такое. Сейчас битрейт у нас стабильно там 12-14 мегабит. И в целом все очень ровно. Смотрите, кстати, как красиво. Там на группу вида не видно. Шикарные виды, просто шикарные. Да, ну вот. В общем, я продолжаю лететь и буду держать вас в курсе. И у нас 3890 мА потрачено. Сейчас я буду включать возврат домой. Что-то я чуть-чуть побаюсь, уже темнеет. План какой был? Я хотел пролететь один аккумулятор так до упора, посмотреть, что там как. Потом сесть, зарядить аккумулятор. И уже с двумя аккумуляторами слетать на максимум, что получилось. Но поскольку сегодня очень долго искали площадку. Куда стартануть? Но, к сожалению, не получилось все так, как я хотел. Поэтому, скорее всего, завтра утром я просыпаюсь и еду снова сюда же. Что здесь меня в целом все устраивает. Чистый эфир, хорошо идет. Дальняя связь хорошо работает. Без помех. Ну и до сих пор у нас все еще там 10, 11, 12 мегабит. Поэтому я, наверное, вернусь сюда и слетаю еще раз отсюда же. Только уже на двух аккумуляторах. Надо посмотреть только еще по ветру, как там будет по погоде. 3 970 мАч. Ну там я посмотрел сейчас по картам больше 16 км. Мы уже летели по координатам. Ну а если это координаты верные? Но, скорее всего, даже чуть-чуть еще дальше. 3 995, 6, 7, 8, 9, 4000. И разворачиваемся. На развороте будут ли какие-то проблемы сыпаться? Нет. О, смотрите, луну видно. Все. И сейчас тоже самолет у нас спокойненько домой вернутся. У-у-у, скоро 70 км в час. Ветерок-то там знатный. Чуть-чуть убавил газу, чтобы вот на 50% газа он не спеша. Но в то же время с хорошим темпом вернулся домой. Я бы хотел сейчас подумать то, как я буду сужать, поскольку становится темно так, что вообще ничего не видно. Глазами не видно уже давно ничего. То есть очень темно. В самолете еще что-то видно, но слабо. Поэтому я сейчас, наверное, буду очки как-то разворачивать. Разворачивать машину, чтобы с машиной что-то подсветить, если что. Потому что иначе есть вероятность, что мы будем... Ну, долетим до дома. А как садиться, я уже, честно говоря, ну, не знаю. Но так всегда. Без этого наше хобби не хобби. Ну, кстати, летит очень быстро. 60 км, 66 км в час. Довольно быстро. Кстати, луну красиво видно относительно. Хотя и темно, но видно. И только я остановил запись на GoPro, как полностью влетел в тучу. И после этого картинка, конечно, прекратилась полностью. Ну, то есть там что-то, какие-то очертания, чего-то видно. Но настолько темно и плотно облака, даже луну практически видно уже не было. И так было практически до самого... до самой посадки. Честно говоря, что-то я пока машину развернул чуть-чуть, картинка превратилась просто в черный квадрат Малевича. Не видно ничего. Я не знаю, это проблема с опять камерой что-то случилось или настолько потемнело. Но я вижу чуть-чуть луну справа сверху. Но почему так темно? Смотри, я на GoPro выкрутил немножко ISO на 6400. Там, конечно, шумов будет, тьма, но хотя бы что-то видно. Вот так вот сейчас выглядит наша лужайка. Не знаю, если что, крайний вариант, что мы можем сделать, это сесть вот куда-то сюда внизу. И как-то попытаться вон там, например, спуститься вниз, поискать самолет, забрать его. Также еще наверху есть неплохая лужайка, вот там под луной как раз. Если у нас хоть что-то будет видно, но если у нас не будет видно ничего, то вариантов у нас будет мало. B-Track, кстати, опустился до 2 Мбит. Не знаю, почему, может, мы как-то залетели за что-то, но... Пока я отключил возврат домой, лечу просто в круизе в сторону дома, чтобы не исчезла полностью картинка. Если мы сейчас немножко ниже будем опускаться. Артопилот у меня настроен так, что он в сторону дома, когда летит, потихоньку снижается до высоты 100 метров. То есть к дому подлетая, он будет на высоте 100 метров. Хорошая тема, очень сильно экономит аккумулятор на обратном пути, но сейчас нам это не нужно. 2 километра осталось, это очень мало. Он должен быть прямо уже перед нами где-то. И должна картинка появиться хоть какая-то... 4 Мбита, почему так мало? Начинает снижаться. О, я вижу белый свет в конце. Наверное, это машина. О, я вижу машину, походу. Я очень надеюсь, что это она. 400 метров, он где-то прямо перед нами, но нужно будет развернуться пониже, опуститься. Лечу тупо по приборам, вообще нихера не вижу. Так, вот 20 метров высота. Хороший вариант. Вижу свет. Лечу на свет. Вот она машина. Вот она, ваша лужайка. Невероятно! В 80 метрах от меня сел вот здесь. Господи! Вот это я гений! Я не знаю, но, ребят, я думаю, такая посадка мягкая, плавная и красивая заслуживает 25 миллионов лайков и кучи комментариев. И, ну, я думаю, ну, если я в восторге, то вы тоже должны быть в восторге. Но, не видя ничего, что-то найти и сесть при этом всем еще более-менее близко и еще не уразбившись, мне кажется, это достойно вложений. Ну, вот, по-моему, перед нами лежит белое пятно. Вам-то на гупо, естественно, ничего не видно. Но я вижу, вот оно здесь лежит. Да. Все четко. Все гладко. Лежит. Вот оно целое. Ничего не разбилось, ничего не отлетело. Все замечательно. Ну, и если вам вчера не было понятно, как здесь красиво, на следующий день, пожалуйста. Отличная погода. Я вижу горы впереди, тут большая дальность, до которой можно, на самом деле, это все запульнуть. Все очень красиво, все очень чинно-благородно. Ветер не очень большой, хотя, по прогнозу, там было написано, что 8-10 километров в час может быть ветер. Облака немножко летят, да, облака немножко прямо, кстати, над нами. Не очень высоко, она потихоньку сдвигается. Возможно, наверху ветер есть. Мы сейчас будем подниматься, смотреть. Но в целом, вот наша цель. Впереди большая горка, там не буду названия говорить. Но, в общем, по прямой летим. Сейчас будем проверять. Буду время тренинг включаться, рассказывать, что происходит. В общем, запульнул самолет, все в порядке. О, какой-то орел кричит. 2 500 дистанция, очень сильно его колбасит. Я надеюсь, что у него там крылья не отварятся от такого, потому что, ну, видимо, там какой-то ветер. Ну, в любом случае, у нас аккумулятора тут до хрена. Мы не боимся даже против ветра, если что, возвращаться. В крайнем случае, ну, сядем где-нибудь здесь на полянке, вот внизу полей куча. И поедем его потом забирать. Но это в крайнем случае. В остальном, вроде, все в порядке. Время по ДВ-реке 3.55. Летит ровно. Летит чуть-чуть, на самом деле, правее, чем нужно. Давайте чуть-чуть носик влево сдвинем. А высоту сильно пока набирать не хочу. Там, может быть, еще более ветерно. Поэтому пока летим вот как есть. Да уж, ребят, вам там, конечно, просто как телевизор вы смотрите, да и все. А у меня тут драма происходила только что. И сейчас я что-то чуть ближе подлетел к горе. Вон там сзади слева осталось. И он просто начал его туда всасывать. Он включил стопроцентный газ и все равно начал лететь боком в гору куда-то. Потому что на ручное управление переходить. Просто сбрасывать высоту, улетать оттуда. Просто, чтобы было мощи. Ну, сейчас вроде мы как-то чуть-чуть отлетели. Ну, и за 10 километров мы уже перелетели. То есть у меня пропали показатели ОСД. Что там по факту, я уже даже не знаю. Ну, предполагаю, что пока где-то 11 километров летим. Летим ровненько. Летим вот в эту долинку впереди. А потом чуть-чуть, чуть-чуть, самое малое, если может быть, в сторону левее полетим. Но в целом летим сейчас хорошо. Летим правильно. Битрейт все так же. Сейчас я чуть-чуть вниз голову опущу, должен подняться. Ну, вот 16 мегабит мы ставим. Мерка 13, 15, 14. То есть вот в районе 15 мегабит. Хороший битрейт. Картинку все еще отлично видно. Смотрите, впереди у нас облачко. Битрейт, правда, немножечко подсел. То есть 5-7 мегабит сейчас показывает. Возможно, чуть выше нужно подняться. Там у нас уже довольно много всего между, поэтому надо потемненьку выше подниматься. Достаточно далеко улетели. 20 км практически до границы при Адрина. 18 мы вчера уже слетали. Ну, а сегодня у нас будет, получается, аккумулятор больше. Возможно, мы все-таки улетим на 20. А почему я думаю, что улетим только на 20? Потому что в прошлый раз они говорили, например, 6 км дальше на предыдущей системе. По факту он летал на 13. То есть примерно в 2 раза больше. Возможно, здесь примерно та же ситуация. То есть они заявляют, что улетает на 10. По факту летает на 20. Вот сейчас мы как раз долетим. Нам чуть-чуть, на самом деле, левее. Надо куда-то вот так вот так вот такого. Вот примерно так и продолжаем лететь. Сейчас высота уже на самом деле 500 метров. Но на самом деле над землей мы очень высоко. Так, ребята, знаменательный момент. Двоечка появилась в расстоянии. То есть я вижу последнюю цифру и первую цифру. То есть посередине 4 цифры пропали. Да, соответственно, я вижу, что это 20 км сверху пошло. И у нас пока все еще стабильная картинка. Битрейт сейчас я, ну, ворочаю головой. Пытаюсь найти подходящий оптимальный угол. Ну, от 8 до 12 мегабит. Местами чуть-чуть вниз просаживается. Местами я даже видел 15. Проскочил на секундочку. Ну, это все такое. То есть 20 км мы уже летим. Картинка шикарная. Не особо сыплется. Внизу вижу там вот речку. Там фабрика большая у нас. Оттуда там вот что-то там они парят. И картинка очень красивая. То есть я в любой момент жду, конечно, возможно, обрубится видеосигнал просто вот так. Ничего. Но пока что у нас запас по картинке, по идее, большой. Если у нас будет так продолжаться вот эта вот примерно 10 мегабит система, то мы еще улетим километров на 10. А в любом случае я напоминаю, что мы сейчас летим на обычных очках и летим на обычных антеннах. То есть эти антенны, которые вы можете носить каждый день с собой. То есть это не какие-то огромные лопухи, которые выглядят как тарелки под пиццу. Поэтому вы в таком состоянии можете летать каждый день и в принципе у вас шея не отвалится. Если вы будете ставить большие лопухи, возможно, у вас будет даже здесь, например, картинка не на 8-10 мегабит, а на 30. Но с такими лопухами далеко вы не улетите. То есть это интересные тесты, когда люди на таких лопухах летают. Например, вот есть у нас пару людей на ютубе, которые таким занимаются. Но это не показательно. То есть как часто вы будете летать с четырьмя лопухами triple-fit патч, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что таким люди обычно не занимаются. То есть максимум, что накручивают, это небольшие патчи, вот как я сегодня использую, для того, чтобы ну просто чуть-чуть улучшить сигнал. Но никто в здравом уме не будет такие патчи ставить себе на очки, летать на них каждый день. При этом всем, ну очки же нельзя вывести картинку какой-нибудь монитор, например, чтобы поставить на штатив очки и с монитора просто посматривать. На данный момент этот функционал пока не поддерживается, хотя обещали, что будет на андроид-планшетах, например, картинка выводится. А сейчас пока не поддерживается, поэтому нужно смотреть в очки, а шея это не железная. Так, ну вот смотрите, я знаю, вот эта лужайка впереди, над которой мы будем пультать где-то через полминуты. Это примерно 22 километра уже. Битрейт 7 мегабит, 6 мегабит. Ну гуляй. Я еще немножко смотрю, может быть не туда. Ну да, чуть-чуть можно левее смотреть. Ну разница не сильно большая. Вот 8 мегабит, 7 мегабит. Ну пока картинка есть, летим дальше. Так, ребят, у нас картинка пропала. Она пропала буквально вот, вот мгновенно. Было 10 мегабит, и картинка исчезла. Я включил возврат домой. Дистанция у нас была где-то, я думаю, 22 километра. Пропала, причем еще резко. Ну вот он, видимо, вот он, хардверный лок. То есть дальше он не улетит. Сейчас, я надеюсь, самолет развернулся и летит к нам. И картинка должна появиться. Ладно, ждем тогда сейчас еще пару секунд, пока картинка снова появится. Я еще раз попробую развернуться, отлететь. И чтобы перепроверить, что это действительно проблема была именно в хардверном локе. Но пока у нас картинки нет. Редактор субтитров А.Семкин Так, картинка снова с нами. Я включаю ДВР-ку. Еще раз отключаю, включаю. Включен Круз. 14-3 аккумулятора еще до хрена. Еще даже треть. Ну, треть потрачена от аккумулятора. Летим обратно на краешек. Вот здесь вот краешек был, который впереди, рядом с облачками. Это где у нас граница, примерно 20 километров. Пробуем еще раз. Сделаем абсолютно то же самое. Битрейт сейчас у нас 12, 13, 15 мегабит. Довольно высокий. Давайте в этот раз полетим чуть-чуть правее. Ну, просто не знаю, может быть, с этим как-то связано. Время полетное, кстати, сейчас пишут. 44-42. Я не знаю, как я буду потом синхронизировать видео, картинку с телеметрией. Но, надеюсь, я что-то придумаю. Потому что там очень много данных, которые пишут на флешку на борту. То есть, в полетных контролях пишут весь полет на флешку. И, соответственно, очень хотелось бы, чтобы это все потом как-то я смог наложить поверх видео. Надеюсь, что у нас получится. Подлетаем потихонечку к 20 километрам. Сейчас у меня, ну, я не вижу, что там конкретно происходит. Но мы опять вот на этот, на кончик этого холма приближаемся. И там у нас как раз будет в расстоянии 20 километров. Держу голову абсолютно ровно. Битрейт что-то порядка 10-12 мегабит. Если вы правильно направили голову, если летите правильно, то, в принципе, у вас должны оставаться полностью стабильная картинка, полностью битрейты ваши. В ходе самого упора. Видите, мы летим сейчас на 20 километров. А картинка, ну, в целом, как, вот, как прям перед нами была, только чуть меньше данных приходит по факту. Но это визуально не особо заметно. В отличие от Волкстана, очень много спрашивают, что, как, чего. Я считаю, что Волкстана другая система для другого создана. Она дешевле заметна, она проще, немножко менее отполирована, чем DJI, но они просят за ним гораздо меньше денег. То есть, если вы сейчас найдете какой-нибудь сет очков с коптером, вы его можно найти, в принципе, там, за 600 долларов. То есть, это очки, он, за 400-450. Здесь очки заметно дороже, с растаможкой, с налогами, обойдутся в 700-750. И, плюс, видеопередачки по 200, ну, если брать новые очки, если брать старое поколение, ну, в принципе, тоже норм. Ну, а если вы берете еще и вот эти новые юниты в расчет, которые стоят 250, плюс-минус, там, с доставкой, со всеми этими делами, то получается, что сильно дороже, сильно дороже. Кроме того, здесь они не представили маленьких видеопередатчиков, если у вас много вупов всяких, то вам, естественно, нужно что-то с этим делать. Для Волкснейл есть 1С маленькие видеопередатчики, плюс сейчас выведет еще один новый передатчик, он уже ко мне едет, потом чуть позже расскажу о нем. В общем, все очень круто у Волкснейл, в этом плане с размером у них все мелко. Здесь у нас видеопередатчик крупный, его особо не разобрать, на 1С-окоптер его в целом не поставить, но совсем уж мелочь, ну и дорогой. Но, с другой стороны, он пишет 4К-видео, 4К, 100-120 FPS, имеет низкую задержку и картинка, ну, чуть-чуть лучше, в плане того, что не то, что больше детали, детали здесь вот, ну, плюс-минус так же, на самом деле, что на Волкснейл, что вот на этой системе, то есть, картинка одинаково Full HD передается, ну, в данном случае чуть-чуть меньше, но, то есть, тут и экран больше не показывает, всего 810p экран, поэтому пиксель в пиксель здесь показывается хорошо. Но при этом все, здесь цвета, они такие очень спокойные, вот, и, соответственно, здесь вы можете рассчитывать на более синематографическую картинку, но, естественно, у вас при этом больше проблем с тем, что камера медленнее перестраивается, ее нужно еще правильно настроить, возможно, эндефильт тогда не надо купить, но это, в общем, такая более камера под видео с чем-то. Ну, а Волкснейл все-таки скорее для души и больше для хобби, поэтому, если вы, например, не снимаете, ну, и нужно понимать, что если вы ставите все время GoPro и летаете всегда с GoPro, возможно, вот эта вот система, она вам это все заменит. Если у вас, тем более, немного аппаратов, если там пару аппаратов и все, то вам это будет недорого. Вы поставили там два таких юнитов, два ваших коптера и готово. Если у вас 5-6 коптеров и очень много, например, снимаете, то на каждую вот такую систему не поставить. Это очень дорого, да и, в принципе, не нужно, когда есть GoPro. С ней работать немножко комфортнее, чем с вот этим. Там больше аксессуаров, легче настройка, экранчик есть и автономное питание. Ну, и плюс водонепроницаемая эта вся хрена. Вот, так что здесь вот вам нужно решить самим, что вам лучше. Все-таки разные системы на разный бюджет, на разные задачи. Каждый решит для себя. Ну вот, мы опять же перелетели в 20-километровый лимит. Летим, продолжаем прямо. И в какой-то момент у нас должна прекратиться картинка. То есть, я даже ожидаю, что мы вот не долетим даже до передних вот этих вот складок. И у нас пропадет картинка. Я, в принципе, держу палец, так сказать, на пульсе уже на свитче. Битрейт у нас, значит, 8-9. Держу голову абсолютно ровно. 8-9. Не двигаюсь. Почти что не дышу. GoPro пишет. Все хорошо. 10 мегабит. 11-10-11. Еще так же скоро будет, я думаю, Vox Nail. Опять вышла новая прошивка на Vox Nail. Говорят, еще лучше, еще круче, еще лучше настроены какие-то шрифты, еще что-то. Ну, в общем, тоже будет скоро ретест. Я надеюсь, что доберусь до него. В любом случае, кроме всего прочего, ребят, спасибо всем, кто поддерживает канал. С подписчиком на Boosty. Спасибо большое. Сейчас я отображу их на экране. Вот это вот ребята, которые поддерживают через Boosty. И я им очень благодарен. То есть, это ребята, которые готовы смотреть контент не просто на халяву, а что-то еще сами вложить. Я им очень благодарен. Ну, и кроме того, еще чувак один закинул на PayPal немножко поддержки. Недавно хорошую такую плотную поддержку. Вот, спасибо ему тоже. Но, к сожалению, вот это видео на Boosty, наверное, не выйдет раньше. Потому что мне очень важно, чтобы видео вышло как можно раньше, чтобы успеть, пока остальные не слетали так далеко. Все-таки хайп-хайп. Поэтому, скорее всего, это видео выйдет напрямую на канале. А следующее видео, скорее всего, будет либо про синий бот, либо там еще одна из тем, которая уже отснялся. Выйдет, вот, скорее всего, сначала на Boosty на день раньше, потом на следующий день уже на YouTube. Неужели будет картинка стабильна? Видите, у нас проблема в том, что я сейчас боюсь, что если, например, отвернусь от самолета, там схожу к машине и вернусь, то сигнал я уже не поймаю. Поэтому стоим ровно, не дышим. И продолжаем лететь прямо. Битрейт 10 мегабит все еще, вообще не падает. Кайф. Ну и вкачивает, конечно, напоминаю, что официально заявленная мощность FCC после разблокировки юнита до 33 дБ, это до 2 ватт. То есть, вжаривает он нещадно. Лето на таком будет летать, наверное, сложнее, он будет перегреваться очень быстро. Но сейчас зимой как бы вот кайф. То есть, летишь себе уже 20 с лишним километров, картинка, ух, ух, ух. Битрейт начинает падать. 8-7 мегабит уже, до десятки уже не поднимается. Понятно, на Walksnail, скорее всего, вы улетите дальше. Мне почему-то так кажется, потому что у них меньше ограничений. Диджай, скорее всего, все-таки где-то великое ограничение. Если на 10, так на 20, если не на 20, так на 25, не на 25, так на 30, где-то там ограничение будет. Надеюсь. А то пока будем лететь, пока не кончится аккумулятор. Вот, но в любом случае, я считаю, что... О, все, пропала картинка. Разворачиваю. 58, чего там, 50 было ДВР-ка. Включил возврат домой. Все, все, самолет полетел обратно. Для того, чтобы было понимание, как выглядит картинка на ДВР, вот так вот она примерно выглядит. Ну и, может быть, качество здесь чуть-чуть лучше, чем на том, что записывается. Потому что здесь какие-то детали побольше видно. Как видно, все ОСД есть. Необходимо, правда, подсутствует несколько элементов, но это не сильно страшно. Я, в принципе, привык. Напряжение внизу показывается. Координаты немного посмотреть на аппаратуре. Так, ну что же, заходим на посадку. Тем временем у нас проб никак не может остановиться. Нужно чуть-чуть приподняться. Чтобы он все-таки сложился. Не складывается. Слева под крылом у нас площадка, на которой собираюсь садиться. Сейчас вдоль нужно приземлиться, как можно ближе к нам, чтобы меньше пешком ходить. Я что-то вернусь сюда. Дам красивую спиральку. К сожалению, я не очень знаю, как там сверху с ветром. Поэтому будем садиться как есть. Ой, не-не-не-не-не. Ой, не-не-не-не. Ой, не-не-не-не, ребят. Ну я сейчас меня просто прилечу тогда, давайте. Почти не слышно его. Еще раз точно такой же маневр проворачиваем. Так, ну вот так вот уже хорошо. Так уже неплохо выглядит. ой-ой-ой-ой красава он приземлился молодчик с надо бы еще пару кадров сделать для инстаграма и можно домой но все-таки мне кажется что волокс не улетает чуть подальше но держи а вот ну как будут есть какая психологического многих людей такой пунктик хочу на 20 километров вот хочу 20 не километра меньше вот пожалуйста 20 километров он улетает даже чуть больше дома потом пологом посмотреть сколько по факту было я думаю там где-то 21 500 22 что такое но в любом случае 20 километров уже точно улететь для большинства самолетчиков это вот так до 20 километров почти никто не летает летают только рекордсмены которые летают ну вот стабильно дальше десятки даже на десятку не все летают то есть 20 километров вы себе спокойно можете точку галочку поставить система летает при этом летает прикрыл прекрасная картинка и в отличие от волкс не мне показалось что здесь картинка была стабильнее четче и как-то грамотно было сделано так что она не сыпала хотя говорят последний прошивка волкс не тоже стал лучше и там до самого последнего момента даже при плохом сигнале картинка не сыплется задержка особо не поднимается здесь я задержки особо не чувствовал пропадение пробитых кадров не чувствую на это самолет здесь это все меньше выражено если вы будете на копты летать на 20 километров это же дело другое там нужно чуть поменьше задержка но я думаю что здесь задержка была в пределах 100 миллисекунд прошлый раз когда мы летали на дверки я посмотрел там в некоторых местах когда картинка уже почти пропадала задержка была 300 500 миллисекунд здесь я думаю у нас было до самого конца прекрасная картинка задержки особо не поднималась поэтому система на самом деле работает лучше удерживая больше опыта но она и дороже вот так ну а на этом все если понравилось ставьте лайк подписан на канал в предыдущем видео заглядите в описании будут ссылочки на эти очки на новой очки на этот air unit шикарная штука вообще не жаляю что взял себе один такой р-юнит на тест и может быть ближайшее время возьму еще один или два потому что они действительно крутые а особенно если их поставить я думаю на мелкие аппараты не раскроют себя они скинут себе вот этот дополнительный вес gopro при этом качество картинки но очень на уровне еще надо пару эндэй фильтров купить но опять же это упирается в бюджет на этом все пока